Кто готов начать урок? Сели как ученики? Усидеть на месте сложно, когда вокруг столько красоты. На занятия окружающий мир первоклассники изучают, чем береза отличается от осины, а от ополь от липы. Ну а чтобы материал лучше запомнился, малыши должны выполнить задание – вернуть опавшие листья на место. Ваше дерево – это клен. Ура! Дома ребята вместе с родителями готовили творческие работы, так что теперь на школьной доске появилась целая галерея. А вот какое домашнее задание им предстоит сделать на этот раз. Не все листочки с деревьев ребята узнавали, поэтому рекомендация будет для родителей прогуляться с детьми в лес и посмотреть на те деревья, которые ребята еще не знают, собрать те листочки, которых у них не было в их коллекции. На вопрос, как сделать гербарий, первый Г сошелся во мнении, что в этом деле без книги не обойтись. И чем толще будет печатное издание, тем лучше. Пожалуй, именно так для многих началось знакомство с отечественной литературой. Четыре тома для первоклассника – неподъемный груз. Зато в одиннадцатом ребята читают увлеченно. Выпускники гимназии номер семь сейчас изучают роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Я бы, знаете, как назвала наш урок? Наш разговор. Но почему все так, а не иначе? Почему Андрею суждено умереть, а Пьеру пережить его? Почему так? Почему Толстой так их распорядился судьбами? Мне кажется, для Андрея изначально же было важнее честь своя, и он умирает раненым, то есть сохранил свою честь. А для Пьера для него важнее было семья, что-то вот такое. И в итоге каждый приобретает то, чего он хочет. Уроки литературы проходят шумно. Ребята задают вопросы, приводят цитаты, бывает, даже спорят. Мир Толстого для этих старшеклассников представляет особый интерес. Некоторые даже плачут на страницах романа. Моим любимым героем романа «Война и мир» является Наташа Ростова. Именно своей естественностью она как будто живой человек, как будто на странице она сошла из жизни. Она настоящая. Я пристально следила за вот линией любви Андрея и Наташи. Я плакала, когда он сделал ей предложение, потом я плакала, когда получилось, что она попыталась сбежать с Анатолием, и какую боль это причинило Андрею. Это Андрей Болконский, потому что в какие-то периоды своей жизни его философия и его подход к этой жизни были близки моему видению этого мира. Это Пьер Безухов. Меня берет за душу его доброта, его личные качества, его поиски в жизни себя и его стремление что-то делать. Пусть у него что-то не получается, но он пытается. Домашнее задание для девочек – проследить, как меняется образ Наташи Ростовой. Мальчикам интереснее батальные сцены, поэтому им будет предложено порассуждать о роли личности в истории – персонажи Кутузов и Наполеон. Интересно, что они вычитают, внимательно вдумываясь в текст. Каким выводом мы придем, интересно. Что они для себя откроют. Только опираясь на текст. Не читая какие-то данные из интернета, не перечитывая сочинения многочисленные, которых очень много. Меня интересует только их прочтение. Где-то, может быть, согласятся, хотя все очень у него неоднозначно, вы сами, наверное, помните. Конечно, трудно представить семью, где по вечерам читают вслух «Войну и мир» Толстого. Но если все-таки вам захочется поддержать интерес вашего ребенка к этому произведению, то можно устроить домашний просмотр одноименного фильма Сергея Бондарчука. А это уже классика в квадрате. Экранизация романа получила «Оскар». Анастасия Петухова, Иван Худяков, телекомпания «Ветта».